Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о российском футболе и сосредоточимся на ситуации, которая сложилась вокруг пандемии коронавируса. Как вам известно, 21 июня заявлена датой, когда наш футбол должен вроде как возродиться, отойти от этой вот коронавирусной паузы. Пока что неизвестно на 100% произойдет это или нет. Во всяком случае, руководитель Спартака Федун сказал, что здесь 50-50, 50% что восстановится чемпионат, 50% что нет. Ну и разумеется, тут все будет зависеть от ситуации с пандемией, с коронавирусом, с изоляцией и так далее и тому подобное. И увы, вскоре после этих сообщений, достаточно радостных, пришли и печальные известия о том, что некоторые наши футболисты, а точнее игроки из российского чемпионата, заразились этим самым коронавирусом. Это касается защитника Рубина Плиева, а также нападающего локомотива Фарфана. Так что давайте разберемся в этой ситуации поподробнее и проанализируем, как это может повлиять на наш отечественный чемпионат. Но сперва мне хотелось бы рассказать о спонсоре данного выпуска. Это каперское бюро BestCapper. Футбольные прогнозы от опытных аналитиков. Опыт в ставках с 1999 года. Ну и постоянным клиентам оплата после выигрышей BestCapper. Проходите по ссылке в описании. Знакомьтесь! Итак, первый и основной момент он касается определенных конспирологических теорий, которые сейчас возникли. Дескать, посмотрите, те команды, которым невыгодно продолжение сезона, там произошли вот эти вот вспышки коронавируса. Посмотрите, Фарфан в локомотиве. А красно-зеленым сейчас не особо нужно продолжение сезона, по мнению многих. Например, Константин Генич недавно заявлял, что если уж локомотив решил поменять Семина на Николича, сербского наставника, они, скорее всего, закладывались на то, что сезон не будет продолжен. И отчасти здесь есть свое здравое зерно и своя логика, потому что, согласитесь, то, что локомотив сейчас убрал Семина прямо по ходу сезона, не дожидаясь окончания чемпионата, это выглядит глупым решением. С другой стороны, мы ведь не знаем доподлинно всю внутреннюю кухню в локомотиве и что там происходило. Может быть, отношения между Кикнадзе и Семиным накалились настолько, что уже нельзя было больше терпеть. И не подумайте, что я сейчас оправдываю руководство локомотива. Я просто пытаюсь понять логику. Поэтому здесь искать какие-то скрытые смыслы, что локомотив увольнял Семина, считая, что сейчас отменят сезон, я бы, наверное, здесь не стал ставить вопрос именно таким образом. И, как мне кажется, локомотив, скорее всего, нейтрально относится к продолжению сезона. То есть не негативно, не позитивно. Скорее всего, они могут воспонять это даже как определенную перспективу, что сейчас Никович вместе с командой пройдет оставшиеся туры, успеет, так скажем, адаптироваться и дальше к следующему сезону уже будет лучше подготовлен. Да, конечно, локомотив, который сейчас идет в зоне Лиги Чемпионов, в определенном смысле достиг каких-то максимальных целей. Зацепиться за золотые медали, конечно, будет сложно. В условиях, когда Зенит на ходу, в условиях, когда новый наставник, в твоей команде, конечно же, здесь, наверное, локомотиву в каком-то смысле было бы и выгоднее, чтобы сезон закончился. Но, с другой стороны, как мы понимаем, Николичу нужно адаптироваться. Николичу, возможно, сейчас выгодно провести какие-то заключительные туры в руководстве локомотива. Поэтому здесь я бы не стал строить такую теорию. Ну, а касательно того, что Рубин может таким образом удержаться 100% выше Лиги, если сезон прекратят. Ну, как мне кажется, Рубин и так удержится. И им не нужно, знаете, искусственно изобретать вот это заражение Плиева, чтобы потом официально объявлять всем, что мы не можем продолжить сезон из какой-то там эпидемии и так далее. Здесь строить, опять же, конспирологическую теорию, что Рубин специально раскручивает эту ситуацию, чтобы прекратить сезон. Я думаю, здесь не стоит так вот предположения такие строить. Потому что у Рубина отличный состав, у них отличный тренер Слуцкий. Команда прибавляет потихонечку в последних матчах при Слуцком. У них есть определенное движение в правильном направлении. Учитывая, что команда мощно подкрепилась зимой и сейчас может постепенно подготовить, как следует, вот этот обновленный состав. Здесь, как мне кажется, у Рубина и так есть отличные возможности сохранить прописку в высшей лиге. И выдумывать искусственно вот эту ситуацию с коронавирусом здесь нет никакого смысла. Тем более, что в случае с Плиевым эта ситуация уже вышла за пределы коллектива. Официально сообщили, что он контактировал и с Братом, который выступает за Динамо, и с целым рядом других осетинских футболистов, которые выступают за другие команды. И получается, это уже не внутренняя история Локомотива или Рубина. Это уже ситуация, которая распространяется на всю высшую лигу. Так что здесь вот эти конспирологические теории стоит отодвинуть в сторону. Ну а теперь о главном вопросе. Как это может сказаться на восстановлении российского чемпионата? Ведь, как известно, дали уже конкретную дату 21 июня. И вот здесь вот все может быть очень неприятно. Ведь, согласитесь, прямо перед возможным возвращением российского чемпионата начинают заболевать футболисты. Но ключевой момент с Локомотивом и с Джефферсоном Фарфаном, что этот человек был изолирован от остальной команды. Об этом сообщил Мещеряков. И здесь есть поводы ему доверять. Ведь Фарфан перманентно травмирован. Он постоянно был в лазарете. То лечился, то восстанавливался, то еще что-то. И он, вполне возможно, действительно особо не контактировал с другими людьми из Локомотива. Первый момент. Касательно Плиева. Он, вроде как, контактировал с осетинскими футболистами, с братом, с другими какими-то людьми. Ну, не знаю, может быть, праздник какой-то у них был совместный. Еще что-нибудь. Пирогов поели. Так или иначе. Этих игроков, скорее всего, тоже не так много. Их можно сейчас на время изолировать. Опять же, дождаться результатов анализов и так далее. Потому что большинство наших команд пока не вернулось толком к тренировкам и не ведет к какой-то конкретной подготовке групповой. Поэтому здесь риск того, что эта болезнь перекинется с осетинских футболистов, которых заразить мог Плиев, на всех остальных она достаточно мала. Тем более, что в футболе все-таки очень серьезно проверяют футболистов на здоровье. Там медицинские центры целые работают вокруг состояния футболистов. И здесь опасаться, наверное, не стоит. Пока что это все можно купировать в рамках нескольких отдельно взятых футболистов. К тому же, мы должны понимать, что еще больше месяца пока что остается до начала чемпионата России, до его возобновления. И за это время вполне можно залечить все эти болячки и даже дать этим футболистам, переболевшим коронавирусом, определенный период на карантин, на то, чтобы, соответственно, подготовиться уже к чемпионату России. То есть, врачи Локомотива сообщили, что Фарфан, скорее всего, вернется в строй через 3-4 недели. Вот именно такая информация была им дана. Ну и плюс 2 недели на карантин. Как раз получается чуть больше месяца, примерно тот же самый срок, который остается до возобновления чемпионата России. Возможно, эти игроки пропустят первый-второй тур после возвращения, но дальше, я думаю, они спокойно могут вкатиться в сезон. И пройдя лечение, и пройдя карантин, и так далее, и тому подобное. Ну и вообще, не стоит так уж переживать касательно данной ситуации, на мой взгляд. Потому что в той же самой Италии футболисты по-прежнему то заболевают, то излечиваются, то у кого-то затягивается лечение. Но серия А при этом все равно постепенно идет к своему возвращению. Да, ее критикуют, да, есть вопросы, но все равно они идут к своей цели. И я уверен, что в России, и в Италии, и в большинстве других лиг постепенно все-таки чемпионаты будут возвращаться, если не будет каких-то конкретных, скажем так, законов или указов сверху, которые будут запрещать, в принципе, чемпионат. Ну, как это было, например, в Голландии, во Франции, где вот прям сверху сказали, что никаких спортивных соревнований быть не может. А учитывая то, что в нашем российском футболе связь между государством и тем же самым РФС, РПЛ, она самая, что ни на есть, прямая, это во многом зависимые организации от государства. Здесь я не думаю, что тот же самый РПЛ мог объявить о возвращении высшей лиги 21 июня, не согласовав это с теми людьми, которые сидят наверху. Поэтому, на мой взгляд, здесь особо переживать не из-за чего, хотя, конечно, ситуация неприятная. А вот если она продолжит развиваться в негативном ключе, ну, тогда уже поживем, увидим. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.